Я приехала из Новосибирска, которая находится далекой, я подчеркиваю, доснеженной Сибири, чтобы рассказать вам, нет, чтобы побухать с вами на самом деле, ну и заодно рассказать вам о тех играх, проектах, которые будут в Сибири. Не только в Новосибирске, но и в Красноярске, и в Иркутске, и так далее, и так далее. А прежде чем я начну как бы рассказ о конкретных проектах, не всех, конечно же. Я не буду грузить вас всеми проектами Сибири, их гораздо больше я выделила. Интересные, значимые, выделила те мастера, которые до меня докопались и попросили о них рассказать, как бы, ну что говорит о том, что мастера там заинтересованы, а значит и вы, возможно, тоже. Это подборка, которую я сделала для вас, которая, возможно, вас заинтересует. Это средняя стоимость билетов Победой в Сибирь из Москвы. Понятно, что если вы летите в круговый город, цены могут отличаться, там от вас летают Победы. Почему именно Победы? Вообще, на самом деле, в Сибири иногда дешевле летать С-7, чем Победы, потому что С-7 это местная авиакомпания, и она иногда подает билеты еще дешевле. Почему Победы? Для меня Победа это вызов. Победы это неудобно, это больно, у них страшные калибраторы. Но в прошлом году я два, то есть летала на игру в Москву, на двери игры, соответственно, Победой с ручной платью. Если без чемодана. Без чемодана, без рюкзака, без волшебной сумочки Гермиона Грейджера. Просто вот этим вот рюкзаком, вот он стоит здесь. Пожалуйста, обратите на него. Он записывается. Элитратор, он мягкий. Что я могу сказать? Одна из этих игр была полевая. Это была, что ты на меня смотришь, это была твоя игра. Я ездила на сердце буря совершенно с вот этим рюкзаком. С минимумом всего. Естественно, когда вы едете так, вы отказываетесь от любого антуража. Вы либо уговариваете кого-то вам привезти, вы отказываетесь от привычных вам кубков, миллиона колец. Шикарных париков, трех смен, обуви и так далее, и так далее, и так далее. Но любое на самом деле необходимое можно свести к минимуму, и вы сами это знаете. Мы слишком привыкли шикарно собираться на игры. Съездить на игру с минимумом – это хороший вызов. Очень рекомендую. Некоторые вещи очень изящно, как сказать, дополняют друг друга. Например, зная о том, что будет на сердце буря, омерзительная погода, дождь и вот эта знаменитая московская грязь, я поняла, что я не могу себе позволить взять с собой сапоги резиновые. Но здесь что нас спасает? Правильно, Алиэкспресс. Я нашла на Алиэкспрессе специальные такие резиновые гандоны на ноги, простите. Они очень крепкие, они выдержали всю игру. В последний день их пришлось подклеить формированным скотчем, но тем не менее. Они спасли мою обувь, я их просто надевала поверх обуви и гоняла по лесу. А я гоняла много по лесу на этой игре, и там на лес было достаточно. Вот, как бы меня подтвердили. И все остальные вопросы решаются примерно так же. От всего можно отказаться. Все можно попросить в том городе, в который вы верите. Обо всем можно договориться. Можно взять это как челлендж. Поехать на игру с рюкзаком Пайвер. Прям рекомендую, очень, я не знаю, готова взять это, вывести в хэштег и сделать что-то. Ладно, но за какое время у Пайвера 10-12 тысяч в Новосибирск? Ну, за достаточно большое время, да. Потому что я, получается, в январе брала на май, и вон они подлагали с 15. А ты учитываешь, что это майские праздники? Типа высокий сезон. Да, высокий сезон. А надо понимать, что все цены сильно зависят от тех дат, на которые вы берете. Если это 8 марта, майские праздники, то, скорее, ну, Новый год, то цены, скорее всего, будут выше даже у Победы. Ну, вообще, если брать за 2-3 месяца, то это не будет. Ну, сейчас они еще подраску, плюс за доллары. Ну, тут я прогнозировать ничего не могу. Я вам говорю, как девочка, как экономиста. Что важно знать, когда вы летите в Сибирь, друзья мои? Народ в Сибири грубый, но дружелюбный. Вообще, вы, конечно, без меня это знаете. Поверьте, поверьте, можете поехать и периментировать надо мне, подойдите ко мне, когда я вечером выпью, мы с вами это обсудим. Но дело в том, что, когда я говорю, что народ в Сибири дружелюбный, это означает, что попросить кого-то привезти запасной спальню, пенку, пустить в палатку и так далее, и так далее, там присоединиться к чьему-то костру. Поэтому это нормально. В Сибири это, ну, чуть как-то, я не знаю, нормально, что ли. Ну, это не выглядит какой-то сверх нормой. Для меня это совершенно естественная история, пустить человека в палатку. Или привезти ему лишний спальник, если ему это не обладает. Совсем незнакомому, который пишет, просто, вот, я еду на эту зрение. Ну, подожди, совсем незнакомому нет, но у нас совершенно с Путиногореца. Если это человек, который едет к мою команду, если это человек, с которым мы будем контактировать на игре, то мы с ним познакомимся, разберемся. Я спрошу об этом человеке у своих знакомых москвичей, у тебя спрошу, например. Он у него спрошу, он тоже красивый. На самом деле, надо понимать, что мы чаще всего в последнее время делаем игры на базах на самом деле. А на базу ехать с минимумом вещей, это вообще проще не придумаешь. Все игры по современности или там недалекому, или далекому будущему. Господи, да я вообще в этом платье могу в самолет сесть, в котором я буду играть президента Розлина, и никаких сложностей у меня не будет. Итак, перейдем к... Надеюсь, я вас убедила в том, что это возможно, это просто. И берите билеты сейчас, а то они подорожают, как правильно заметил Тём. Итак, первый проект, о котором я хотела бы вам рассказать, он очень смешной. Ну как смешной, он забавный. Это Омгомхо. Он проходит под Новосибирском, на базе базы юбилейный, уже скоро, через месяц, 10-12 апреля. Мастерская группа, ничего не понятно. Но почему туда надо ехать? Эти ребята очень любят игры и очень любят пожрать. Поэтому они делают коммент про нордики, маленькие игры, значит, про создание игр и про хорошо пожрать. Обещают там свою кухню, возможность заказа юбилей и всё остальное. Делай термин. Ну, кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает. Если вы вдруг заинтересовались каким-то из этих проектов, я понимаю, что я могла бы здесь написать название группы со всеми этими сложными группами ВКонтакте. Никто это всё равно бы не почитал. Если вам что-то правда понравилось, после просто подойдите ко мне, я вам скину ссылку. Маша, а они пожелают в смысле, они готовят и кормят игроков? Или они предлагают типа коллективно выезжать готовить? А у них там какие-то разные форматы есть на самом деле. Я так понимаю, что у них там есть какой-то повар, который готовит это всё. И как-то всё это довольно забавно. Но даже на это мероприятие там есть условия, что можно приехать и не есть их еду. Вот у них такая весёленькая есть история. Еда, бездуховность. Это маленькая весёлая шума. Вы её можете видеть. Она является логотипом. Надеюсь, всем хватит шумы. Следующий проект, о котором я хочу поговорить, хронологический. Это ВСГ Новая Каприка. Мастерская группа Татьяна Илья Нилкова, Неравчонка Худханов, Марина Валнуан, Рома Бутенёв. 1-3 мая на базе. База называется «Спартанец», но не соответствует своему названию. Это хорошо и улыблено. Поселению на Новой Каприке уже 4 месяца. Люди построили его под контролем маникенов. Сайлона называют это «Совместное движение гармонии», а люди – «Оккупация». Поднимает голову сопротивление. Приезжайте вместе со мной веселиться. На самом деле, я игрок. Это очень классная игра. Это вторая игра проекта. Один на ней была. И может тоже меня как-то... Просто офигительная игра. Просто надо всем упоротить. Это вторая серия. Там очень здорово было. И как много годин осталось. Ну, у них, по-моему, да. Нет, у них остались. Родины, на самом деле, еще. У них довольно высокий взнос. У них, по-моему, взнос 4,5 тысяч. Сейчас. Для Сибири. 6,200 с едой на три дня. А это без еды в 4. На базе, да. На базе. Я бы не сказала, что... Плюс билеты. Ну да, плюс билеты. Как бы то на то и выходят, на самом деле. Но прямо игра достоинщина, что на самом деле. Мы мастера не с ним. Мы с тобой. Нет, просто мастера хорошие. Очень хорошие игроки себе с ним собрались. То есть, я в таком восторге, что я пришла сюда служить, когда еще можно в Сибирь поиграть, потому что он классный. А, еще можно съездить на Макарену. Это если вы любите непротектированное оружие. Я подчеркиваю, непротектированное оружие. Если хотите аккумулятору. Это игра в поле, на полигоне, на 9 мая. И я вам хочу сказать, что погода на 9 мая в Сибири может быть примерно такой, как сейчас на улице у вас, в Москве. Может быть. Очень холодно, очень экстремально, очень классно. Посмотрите на довольное лицо этого человека. Люди едут туда за этим. Их классно. Это юбилейная 25-я Макарена. Уже четверть века люди ездят в мае в лес для того, чтобы бить друг друга сначала деревянными, потом алюминиевыми, теперь уж, видимо, текстолитовыми дрынами. Это Макарена полюбимейшей, обожаемейшей всеми теми викингов. Ее в Сибири, она страшно котируется. Есть неофициальный слоган, что на эту Макарену приедут играть те люди, которые были зачаты на первой Макарене. Следующая игра, это игра, на которую я вас не зову. На ней нет свободы хранения. Это имперский магический лицейк. Она потрясающе красивая. Эта игра взяла сибирскую ролевую премию, ролевой Оскар, как лучшая игра. Но, как и все, собственно, игры, это типичный сериал про магическую школу. Все вы их знаете миллион. Но это вторая, вот, в мае будет вторая сессия, и осенью будет третья сессия. По-моему, еще планируется четвертая, но дата ее пока неизвестна. То есть, если вдруг заинтересуетесь, можно поговорить с мастерами за счет осенней сессии. Посмотрите, какие красавцы. А это авторский сеттинг? Это, да, авторский сеттинг. 19-й век, Россия, трехглавый орел. Да, трехглавый орел, у которого третья голова, это магическая. Факультет ВИГИ, Факультет Кощея и Факультет Тёма. Не помнишь, кого? Их там пять. Нет, по-моему, четыре. Кот Баю, Кощея, Нига и кто-то еще. В общем, это вся та же самая, как бы, Поттеровка, только на посохах и на русском фольклёре. Очень круто, на самом деле. Потрясающе красиво. Ну, там разделение на всяких старых русских, типа, вот, боя, условно новых, типа, в Сюрклуках и прочем. С хрустом французской булки, со всем вот этим. Очень классная вещь. И следующая игра, о которой мы уже сегодня говорили, здесь слава, это «Мир Дикого Запада». И одна из самых дальних точек раневого движения России. Иркуль. 11-14 июня. Мастерская группа тут ведь как? Вам предлагают поиграть в мастерскую игру, которая, на то, как играть в мастерскую игру. На эту игру можно приехать одним из трёх видов персонажей. Ну, то есть роботом, как мы все смотрели, я надеюсь, «Мир Дикого Запада». Персоналом парка человека и гостем человека. Соответственно, три ветки развития, три ветки выбора. И ребята, что в плюс этим, можно сказать, этому проекту, то, что ребята давно занимаются разработкой именно этого проекта, «Мир Дикого Запада». И он у них вполне успешен уже становится, на самом деле. То есть они уже проводили, что ли, повторы? Да, они уже проводили. Нет, это не повторы, не сериал, просто они начинали с чего-то маленького. Нет, они планировали большую игру сразу, но там случились бедствия. У них было затопление, они отменили, провели маленькую, совсем маленькую игру. Теперь они её расширяют. То есть они её, по-моему, планируют человек, по-моему, на 60 часов. Ну, столько раздали, наверное, все. Но для Иркутска это довольно много, на самом деле. И к ним собирается народ ехать, потому что они достаточно много времени уделили для разработки, и это обещает быть весьма интересным. Если покупать билеты в Иркутск, то надо прям сильно заранее, потому что туда-то чуть-чуть подальше. Следующий проект – это Новосибирск, Warcraft. Новосибирск пытается сделать свой, значит, Warhammer Центрального региона. То есть большую, красивую игру на Марпе с красивыми костюмами, с красивыми доспехами, массовую, с массовыми битвами, эпическую и так далее, и так далее, и так далее. То есть чтобы было красиво, эпично. Но не Warhammer, а Warhammer. Бастерская группа достаточно опытная, они делали несколько неплохих проектов, в разной степени хороших. И более того, эти люди, ну ладно, это потом расскажу. В общем, они нацелены на сериальность. Ну, то есть на игру, которая будет проходить каждый год, и каждый год будет, ну, собственно, как Warhammer Центрального региона. Вот. Если интересно сравнить, чем центрально-российский лад отличается от сибирского, можно поехать посмотреть. Следующая игра – игра на лодочках. Как я вас сейчас удивлю, в Новосибирске есть море. Чёрт. Самое тёплое море в Сибири. Самое тёплое море в Сибири. Называется оно Абской. Конечно же, это не море, это водохранилище. Но, тем не менее, на берегу этого водохранилища есть множество баз с яхтами, лодками и так далее. И возможность проводить игры на воде. Это одна из таких игр. Новая Испания. По, собственно говоря, названию всё понятно. Картахена, Карибское море, кафе, старый порт, звук гитары, шпаги-звон. Халбаратцы, ребята. Что, милая? Да я не вижу, просто кто эти люди. Это, скажи, дети. Солнечные, ну, халбаратцы, ребята. Халбаратцы и корт. Они хорошие ребята, такие добрые, честные, славные, правильные. Халбаратцы, в смысле, это вот... Халбаратцы, это тот, кто был на этой самой... И Андрей Макартов. Да, и некоторые, количество его ребят. Да. Что тут учиталось? Что, не, я была думала, он очень хороший, но замутный-то невозможно. Он замутный, но для мастера это хорошее качество. Ну, это далеко не кем вы, а не фаворит. Да, опять же, это сериальные игроки, это не первый раз, как бы, делаются игры на воде. И у них все отработано, все проработано, безопасность, договоренности и так далее. То есть вы просто приезжаете и играете в игру на воде, если вам этого хочется. Следующий проект, это большой красноярский проект «Вашня Феникса». Про вами, о вами, возможно, любимому, ведьмокопику. Почему надо ехать? Потому что Красноярск славится своей функциональной школой, то есть игрой на выигрыш. Эти люди принципиально всегда играют на выигрыш. Они играют красиво иногда, они играют классно, они играют интересно, но у них натурально свой способ играть. Если вы хотите посмотреть на этот способ, отточенный до совершенства, езжайте на «Вашню Феникса», это будет интересно. Мастерская группа очень опытная, они делают ежегодно в Красноярске большие игры. Это хорошие игры, качественные, и в этом году они взялись за ведьмаха. Кто будет легионеры? Мастерская группа легионеры. Они каждый год делают по разным проектам, у них нет сериальности. В этом году, видимо, будет политика, будут армии, будет во многом командная игра, будет эпична, функциональна и красива. Следующая игра – «Легенда черной мельницы». Европейские сказки. Все очень мило, все очень славно. В Новосибирске на чудовищно красивом полигоне Старый Лиха, обожаю его. Невероятно. Это огромные сосны, многометровые обрывы, ледяные реки, все как мы любим. Сибирская природа во всей его красе. Ехать на эту игру не надо, пожалуйста, она просто для консультации сказки. Это плохая игра. В смысле сказки? Легенды? Легенда черной мельницы. Не надо. Не надо. Не надо. Почему? Вы можете. Вы можете. Но мы не рекомендуем. Это маленькая, нестачковая игра. А, понятно. Потому что попросили, да? Ну да, они просто очень попросили рассказать. Следующая игра, на которую я вам рекомендую ехать, серьезно, это «Хи для бедных». Две крепости в Новосибирске. Как можно понять из названия мастерской группы праздник ролевого ультроносилия? Все будет весело, бодро, интересно. А главное – оценить и прячем. Мне страшно нравится, на самом деле, то, что делают эти ребята. А ультроносилия почему? Текстолин. Это игра от файтеров, это игра для файтеров. Классический формат полевой игры, боевка, командные боестолкновения, высокая динамика игры, понятные простые правила. Бонзаться на текстолик, пожалуйста, сюда. Если кто-то вдруг заскучал. В Сибири любят текстолик. В Сибири надо, когда вы делаете игру, указывать на протектированном оружии или не на протектированном оружии. Следующая игра мне чудовищно нравится, на самом деле, вот на эту игру я хочу вас уговорить в пайтер. Это, я вам сейчас прочитаю небольшую историю. Она будет самая длинная, но вам понравится. Игра называется «Достучаться до небес». Город Энн был типичным городом, таким же, как и многие другие оставшиеся после распада СССР на города-государства в 2012 году. И все тут было как положено. За помощью всегда можно было обратиться в Собес, за развлечениями вдоль Дом культуры, за крабами и мазями от Рудикулита в поликлинику. Текла размеренная жизнь, пионеры шныряли по закоукам в поисках электродеталей, форцовщики спекулировали на нужных гражданах, подворотни в обнике отжимали честно заработанные, а бабки на лавках перемывали кости всем вышеперечисленным. Кстати, эти бабки просочились во все орг структуры – ЖКХ, Собес и Горков. Пока чиновники делили звание и кресло, бабки делили реальную власть. Но не так давно в городе Энн приземлился космический корабль с тремя десятками бравых космонавтов на борту, прилетевших на зов о помощи, отправленной Земли 8 лет назад. Подтянутые и оптимистичные ребята с неизменной улыбкой и верой в светлое, доброе, стремящиеся во что бы ни при не стало, помочь своим соотечественникам, тут же стали объектом ненависти для всех жителей. А бабкам они и вовсе поперек горку стали. Было принято решение избавиться от космонавтов раз и навсегда. Это затравка игры. Если вам она не нравится, я вообще не знаю, что вам больше понравится. По-моему, это потрясающая идея. Борьба доброго и светлого против бабок. Я его играла за бабок, честно. Ты играешь за бабок в этом сезоне? Я в прошлом за бабок играла. Но, по-моему, Краснодарство придумало потрясающую вещь. Следующий проект – это проект по авторскому миру. Хранители, люди, которые позиционируют себя, как у нас не хватает денег на рекламу. Мы не будем делать рекламу принципиально, но у нас есть авторский мир, который мы любим. Если вы любите маленькие, локальные, камерные авторские миры, в которых все относятся друг к другу с большой нежностью, это вам. Эта эрли, она делает действительно очень множество. Про что игра про хранителей, волшебников из мира людей, живущих сразу по обе стороны? Про тех, кто забирает, кем ему стать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все. Это вы можете себе представить. И последняя игра, которую я вам хочу рассказать, это игра, которую внезапно делаю я. Та-дам! Мы делаем игру по светлячку. Вот теперь ты знаешь, хочешь, могу тебе подарю. Мы делаем чемоданную игру по светлячку, и если вы обратите внимание, мы собираемся провести ее во всех городах, в которые нас позовут. В Москве? Конечно. Чемоданная игра на где-то приблизительно, сейчас пока расчет 30-40, может быть, максимум человек, на двое суток. На базе, конечно, на базе, строго на базе. Космический корабль в космосе летит, выполняет задания повстанцев. Собственно, период игры, это как раз еще до битвы за долину Сиренити. Если вы знаете историю. До. До битвы за долину Сиренити. Наш правило никаких именных персонажей. Коробочная, повторяющаяся, не сериал, повторяющаяся игра. Повторяющаяся. А, разумеет? 20-40 человек. Чемодан. 40. 20-40. Пока. Первый прогон будем делать осенью в Новосибирске. Я прошу вас не заявляться на первый прогон. Мы его проведем для новосибирцев. Да, к вам и к вам мы приедем, на самом деле, если вы нас позариваете. Надеюсь, что позариваете. А, подожди, как, какие у вас условия держания этой игры? Никаких, просто говорите, приезжайте к нам, пожалуйста. Райда, разумеется. Райда, разумеется. Ну, нам надо будет помочь найти базу, как бы, там, определить игроков, чтобы все игроки заплатили взлот, чтобы базу окупить. Какие станции приезжаете? Что? В Беларусь приезжаете? Ну, вот я сейчас часто буду, скорее всего, если от нас не соживет коронавирус, я буду часто летать в Беларусь. И я думаю, что почему бы и нет, мы можем и не искать ее, например. Не опоздала. Ты опоздала, я уже как раз заканчиваю. А, приезжай к нам, где к йогурт? К вам? Йогурт салонирован, смотри, он там есть. Да, я верила. Собственно говоря, на этом все. Я поставила себя последней не потому, что у меня величие, хотя, подождите, нет у меня величия, а потому, что это ось осенняя игра, и она будет последней. А на этом я заканчиваю свой рассказ о тех играх, которые будут в Сибири. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Что вы хотите узнать об играх в Сибири, об игроках в Сибири, как с ними связаться, где их найти, я не знаю, там, любые вопросы, короче, если они у вас есть. Та-да! И у кого нет вопросов? У меня есть вопрос, но, на самом деле, про игру, которую я пропустила, если я опоздала. Скажите, есть ли игра «Легенда опускателей» в Красноярске? Короче, ты что-нибудь сказали, если про неизвестных нет людей? Я, видит бог, я залезла к ним в группу, я хотела про нее рассказать. Я залезла к ним в группу, ничего не поняла, написала мастерам, и они мне не ответили. Поэтому я не готова рекомендовать на эту игру. Игра, конечно, для выезда москвичей в Красноярске. Прямо она, да? То есть я ничего не могу сказать. Нет, не готова рекомендовать, со мной они тоже разговаривать не хотят. Понятно. Что я сейчас спрашиваю? Все в порядке. Друзья, спасибо за внимание. Если вы заинтересовались каким-то из этих проектов, ходите ко мне, и я вам скину ссылку на группу в Контачае. Маша, расскажи, как вы там пьете. Как мы там пьем? Нет, смотри. Нет, в смысле, предупреди людей. Демонстрирую. Нет, на самом деле. Готов помочь. А, есть, есть. Смотрите, а есть неотчет из репеста, я не знаю девушку, которая его писала, по поводу того, что я в каком-то из чатов он был, в горне, по-моему, нет? Подожди, Настя. Про отчет с репеста. Или нет, не помню. Ну, вовновский. Тоже был. Московская девушка писала. А я могу говорить, плохо в профессиональной коллеге. Я не говорю, что она написала плохой отчет. Просто она написала там такую фразу, что красноярские люди, что сибиряки пьют, осознавая миру своей ответственности, понять, что... Нет, это не правда! Да! Но это техничный его отзыв про нас. Это техничный отзыв, но это неправда. Знаете, что сказали сибиряки, когда они прочитали этот отзыв? Они сказали, ну вот, мы жрем, значит, нажираемся, а про нас такое не пишут. Оля просто очень... Ну, она, Оля, очень возвышенная. Я... Нет. Это скорее юмор. Нет, на самом деле, как бы, в Сибири на ролевых играх употребляют алкоголь. Да, все по-разному. Да, есть люди, которые вообще... Шок. Да, есть люди, которые лежат в синей яме. Но очевидно, что на массовой игре людей, которые лежат в синей яме, будет больше, чем на актуарах. А с ними можно? Что? Полежать с ними можно? Ну, конечно. Подожди, Дениславович, только не делай это наравне с ними. Ну, чего? Просто мужик. Дениславович, сберется, как надо лежать с другим яным телом. Смотрите, если вы вдруг по какой-то причине опасаетесь, что употребление алкоголя с сибириками вас может испортить, сделайте одну очень простую вещь. Перед игрой покупаете эндерсгель и перед тем, как употреблять алкоголь, съедаете столовую ложку эндерсгеля. Все. Только разведите ее в воде. Не обязательно. Не запить в воду. Запить стаканом воды. Все, это помогает. Нет. Науше веще. А я рассказала в самом начале. Все пропустила, Настя. Настя, в Иркутск 18400. Ну, вот сейчас, посмотрел на Новосибирска на май и 9-10 тысяч. Ну вот. На самом деле, зависит от дат. Если брать на майские праздники, будет чуть дороже. Первая третья очень дорогая будет. Первая третья будет... Ставьте, подписывайтесь на какой-нибудь авиасейлсе, на машину. На авиасейлсе, погоняй подписку там с Венецией на Новосибирь. Ну, тихо. Ну, почему померяй? Забавь, Настя. Переставь отъездить в черту Европы. В Урал и Сибирь. Все правильно. Подожди, а смысл тебе подписка на Венецию? У меня это не какого? Я вам, кстати, скажу хорошую историю. Я вот сегодня утром летела С-7. Можно уже, да, я думаю, подключать. Я сегодня утром летела С-7 сюда и самолет был заполнен едва ли на треть. Я легла вот так вот на трех сиденьях по-царски выспалась. Понимаете? Нет, ну, уже нет. Это была не победа, это была С-7. С-7 дорогой стал в последнее время. Он перестал быть дешевым. Да нет. Я выбирала победы, С-7 и победа стоили одинаково. На одном комму 10 тысяч стоит из Питера в Новосибирь. На С-7? На дату, да. На дату в одном комму наезд. С-9-10. Я говорю, смотрите не только победу, смотрите С-7. Правильно говорит молодой человек. Потому что С-7 сибирская компания часто рейсы в Сибирь у них бывают аэрофлот еще тоже дешевый. А разве кто-то не пользуется агрегаторами, которые все сработали? Да, там надо смотреть то С-7 дешевле, то победа, то аэрофлот. Ну, да, Полинка. Ну ладно, я есть еще немножко дурацких вопросов. Маша, скажи же, пожалуйста, про марсианские хроники и вторую игру по С-7, которая была. А я на ней не была. Я была. Ты же была на С-7. Я была на С-7, но не была на марсианских хрониках. Я была на марсианских хрониках, эту игру надо везти в Москву. И Гоган готов привезти, если здесь его помогут саргуками везти. Вы подождите, пока мы вступим, и будет проще. Ну это рядом случится. Ну да, ну в смысле, короче, у нас есть классную литературную игру по Брэдбери. Она, ну, короче говоря, в Сибири это типа Балуа Нордит, но для нас это была бы просто нормально обычная арбивая игра. Ну в смысле, для москвичей. Есть очень важный момент про Сибирь, где не очень умеем духовность. Вот. Он очень бережно обошелся с Брэдбери, очень круто создавал персонажей. То есть там половина персонажей классической литературы 19 века он добавил, но это тоже было очень уместно и здорово. Покажи. Вот. Ну, это отличная игра, ее стоит привезти сюда. С кованными вместе. А первый БСБ был просто классный. Дорога на следующей игре. игре на рейт. Хотела вам показать последний кадр моего слайда, зачем-то же я его сделала. А про лучшую игру как бы ваш лицей рассказывала, нет? Да, я рассказывала про лицей. Я еще раз повторю, на текущую сессию маяську нет свободных ролей, я специально речнила мастеров. Есть возможность договориться о ролях на осеннюю сессию, она будет в октябре. Но имперский магический лицей невероятно невероятно красиво. Они взяли ролевого Оскара и заслуженного. Отзывы как оскорные. Сюжет. Концинки, фотографии есть хоть одна игра, на которой вызовы игроков не спорны? Есть. До свидания. Ну, привет. Все кормят говны. Кто-то, кто поиграл отлично, прям вообще. Нет, ну ладно, я на самом деле была даже тем человеком, который на говноигре, а он отлично поиграл. А, кстати, вы на ней тоже будете. Вы готовы? На палате. А, на палате? Ну, нормально. Весь белом конюх, космы. Поигралкой все. Нет, я отлично поиграю. Я профессионально на сцене. Вот, кстати, вот Амасевская группа с чьей игры вот эта фотка еще не сказала, у них в этом году прикольные газы, которые я чуть наблюдаю, это «Мир глазами гоблинов». Но она у них очень экспериментальная или нет? Ну, что он знает, но сам идея, вот эти, знаете, есть дурацкие комиксы про гоблинов, где они всячески умирают, вот это где-то туда. Был мир, где их обижали, а потом человек, ужасный убийца гоблинов исчез. И сейчас они строят новый социум. Я, на самом деле, начала бы историю про эту мастерскую группу с другого. Мастерская группа, которая сделала ту игру, фотография, с которой, вот здесь вы видите, меня, Тему и всех остальных, на самом деле эта мастерская группа это те люди, которые основали так называемую Новосибирскую игротехническую школу. Это люди, которые делают игру на 50 человек, на которые 70 игротехников. Это для, я не знаю, как у вас, это просто как-то невероятный вообще неземной подход, при этом их игротехники остаются довольны, счастливы, адекватны, добры, веселы, сами наигрываются, и, в общем, получается в итоге хорошо всем. На самом деле, вот на этой игре как раз было, по-моему, 50 игроков и 70 игротехников, ну или около того. Наоборот. или 70 игроков, да, 70, я перепутала, я узнала о том, что большая часть этих людей игротехники, только после игры, прочитав мастерский отчет. То есть, это было совершенно неочевидно. Это была игрушка по миру Dark Soul, и там умирали постоянно, война шла постоянно. Ну, то есть люди, которые умеют, которые создали свой подход к работе с кротехниками вообще в целом. И это очень круто у них получается, это не единственный проект. И да, в этом году они делают вот эту игру, которую Тёма говорил, мир глазами пловлен. Если интересно, тоже могу поискать и дать срок. У них индиция, чтобы там последить, если группа... У них всегда группы закрытые, но надо встречаться, а они добавят. Да, ладно. Всегда можно сослаться. А это было слизи, да? Да, это было слизи. Да, это было слизи, да? Ну, пока. Ну, что, я как-то всё очень быстро закончила? Нормально. Пять минут осталось. У меня вот, короче, да, я созрел на какой-то сложный вопрос. Да. Я просто, когда... Ну, как бы я... Не очень, во-первых, целевая аудитория для выездов, может быть, поэт. Но я всегда воспринимаю игру, которая дальше Екатеринбурга некоторым вызовом для себя. Вот. Ну, во-первых, и по цене, потому что, ну, условно, средняя игра у меня как-то варьируется, там, 50-10 тысяч. Да, игра в Сибири это уже 20. Ну, как бы, минимум плюс 10 киллетов. Да, кролик, ну, какие игры за 10 тысяч ты ездишь? Вот серьезно, скажи, пожалуйста. Подожди, подожди, сначала пусть дожатся вопрос. Подожди, я в среднем считаю взнос плюс еще что-нибудь. Костюм. Пойдем, Лена. Нам тут не рады. Костюм, это дело такое. Он и будет шкафы достать. А кто его складывает, шкаф не знает. Слушай, костюм бывают разные. Там на железной тропе... Ну, давай, кролик, задай вопрос, пожалуйста. Ну, короче, и вот это некоторый вызов, и плюс деньги, и плюс, ну, ты вроде видишь, находишь там игру, которая тебе интересна, а дальше вот тут вопрос, как-то не объебаться. Ну, то есть, потому что ожидания реальность могут тебя уничтожить, когда ты туда приедешь и не получишь, что ради чего ты ехал. Со мной это было. Вот. Я понимаю, что такое бывает, ну, как бы, на всех играх, не только в Сибирске. Нет, я имею в виду договоренность. Прости. Ну, то есть, есть ли какой-то, не знаю, лайфхак, как действовать? Ну, то есть, не знаю, прийти к тебе, спросить про игру, там, разные нюансики, или там, а даже ты мастеров не знаешь, нормально ли там вообще пообщаться, не знаю, в скайпе, просто, чтобы людей увидеть, ну, вот, услышать, а не переписывать, да, там, позвонить, позвонить, или еще как, ну, какие-то такие лайфхаки, как можно... Я могу рассказать, как я готовлюсь. Вот смотри, мы же можем экстраполировать ситуацию, если я вас приглашаю везде, прямо в Сибирь, то я могу рассказать о своем опыте, как я езжу в Москву. Я же езжу в Москву на Рожевые игры и совершенно этого не стесняюсь. Да, я езжу к знакомым мастерам, как правило, но тоже не всегда, на самом деле. если я не знаю этих мастеров, я спрошу своих друзей об этих мастерах. Если все загрузы свои для руссковских игр я получала по скайпу, но я больше того вам скажу, я загрузы и для новосибирских игр по скайпу получаю, но нет у меня столько времени, чтобы мотаться там, когану, с которым мы живем только от друга, 50, по-моему, километров, если не больше, мы же в одном городе как бы, и в этом нет ничего такого, что было бы уникальным, на мой взгляд. А нет никакого... Да, когда ты собираешься на ютуб родной регион, у тебя есть плюс, который заключается в том, что у тебя всегда есть знакомые, которым ты, если что, можешь прилепиться, на которых можешь положиться, за которыми можешь последовать или еще что-то, если у тебя вдруг своя игра не пойдет. Но здесь как раз я повторю твои же слова, в этом-то и вызов. Знакомство с новыми игроками. Мне, например, почему я хочу, почему мне нравятся идеи ездить в другие регионы? Мне подобрыдло играть с родными сибиряками. Я их всех знаю, как облупленных, люблю, не могу, прекрасные люди. Но я знаю все, как они играют, сколько можно-то уже. Я приезжаю в другой регион и начинаю играть с другими людьми. Да, бывает так, что я приезжаю на игру в Москву, и игра всем заходит, а мне нет, у меня это было в этом сезоне, это моя боль, гигантская, нечеловеческая. Ах, если бы. В сердце буря все было хорошо у меня. А какая? Мне чудовищно не зашло сердце тьмы. Оно просто мне было вообще... Удивительно просто непопадание. Все, понимаешь, все говорило о том, что все будет хорошо. Прекрасные мастера, великолепные игроки, отличная база, продуманный мир, хорошая роль. Все было прекрасно, понимаешь? Нет никаких гарантий. Вот не снизу, и все хоть-то трезнет. Но не получилось у меня поиграть на сердце. Я не виню в этом мастеров или других игроков. Просто бывает так, что не получается. Поэтому какого-то универсального рецепта, конечно же, нет. Ну а так, да, ты все правильно сказал. Говоришь о своем знакомом с того региона, говоришь с этими мастерами по скайпу, говоришь с другими игроками, с которыми тебе придется играть, тот же по скайпу. В современный мир дает нам удивительные возможности. Давайте ими пользоваться. В конце концов, посмотрите, как здорово. Сейчас будут запрещены массовые собрания. Мы все равно все будем постоянно обшать на скайпу. Это первый шаг буквально. Я тут ездила на Рубикор, а там белгородцы, не пуганные. И такие, тройки венегра, белгородчины, но на базе, поэтому внос большой. Тысячи полторы. О, ты же еган, не бабай. Мы такие сидим. А, сильно большой? В баксах, что ли? Нет. Но они очень долго извинялись, просто перед тем, надо знать цифру. И такие, ну вы поймите, мы же целиком снимаем базу. Я не базу, это такие деньги. Да, под Белгородом. Очевидно. Да, у них там база. Она ближе к границе с Украиной, до Харькова, там 20 километров. А база такая? База такая, ну такая, ну полторы тысячи. Они такие, ну, как бы взнос большой. А мы такие сидим, типа, знаешь, я царь, ГИЛ. На презентации. Они такие, ну взнос большой, полторы тысячи рублей. В Новосибирске взносы не такие большие. Нет, на самом деле, в Новосибирске взносы, если посмотреть, то, например, на то же сердце тьмы и на тот же, скажи мне, я тебе скажу, БСГ, взносы были примерно одинаковые. Ну если с питанием, сколько? Это с какого-то рубля? Около 7 тысяч. Подожди, я 7600 отдала за 2 игры, и ну типа 3 ночи что ли, ну что такое. Ну это для научной игры. Ну нет. Ну я не говорю, что они все такие. Я говорю, что в целом, примерно взносы, сапогрены. Да, в Новосибирске взносы чуть дешевле. Но не так, чтобы прям, ну там, и тоже касается Красноярска там. Ну в Иркутске, да, будет меньше, скорее всего, дешевле. Но центральная Сибирь там, вот Красноярск, Омск, Томск, Новосибирск. Цены будут принимать. Володя, ответ на вопрос, что делать, когда тебе не зашла игра, я вот, когда глядела в Красноярск, и что-то пошло не так. И такая, и ушла, на проводил бы. И там, выходишь на Енисей, садишься, и все, и все, и все. Там какие-то люди сжигают колоду. И это все хорошо, правда. Енисей такой охрененный, и ты такой думаешь, ну, зажгли. И удачно получил. Зато и дешевле, какого-то принято. Хорошо. Природа там, ну, и просто несравнима. А ты знаешь, как типа в космос там взял? Сосны, красота. Ну, нет, очень сложно объяснить, что такое сосны. Да, это правда. В Питере тоже сосны. В Питере тоже сосны, но нет. Другие сосны. Но нет, другие сосны. Или другой вода, вообще другой, одна другой вода. Тайга другой. Вообще-вообще другой вода. И ты такой, ушел в космос. А на главном деле, у нас нет. Да нет, медведей мало. Медведей мало. Не, ну, я подрываю, я поделюсь, мы их все равно. Я думаю, что в беде, это очень низкая вероятность. Медведи не дураки, они уходят из тех мест, где мы не живем. Но, между прочим, когда мы играли в Иркутске, в 2003 году, да, медведь приходил на прогулку. Чего стоит опасаться, внимание, вот чего стоит опасаться в Новосибирске, это не медведи, это клещи. А, клещи, да. Обязательно. Да, вот такие. Клещи, вот такие. Палю 1, прямо на торцовую. А на самом деле, выливка клещевого энцефалита и ежедневные осмотры, это обязательная часть, потому что клещи распространяют не только энцефалит, но и болезнь лая. Ну, 4. Ну, и там... Лайм не смертельный, но не смертельный. Там, лаем, еще что-то, еще что-то, ну, там остались. Лайм, боррелиоз, ну, чаще всего, это энцефалит и боррелиоз. Красавчик. На семинаре. Поэтому, если вы летите в Сибирь, пожалуйста, ставьте себе прививку от энцефалита. Слушай, а новосибирцы все привиты? Застрахованы. Либо застрахованы, либо привиты. Я привиту, например. И они одежду перед выездом что-то стараются облискивать. Да, они ухудшатся, ухудшатся клеща, и тебя в любые больницы, которые входят в список, а там почти все проколят всеми необходимыми ухлением. Да, есть такая специальная страница. Насчет прививки, короче, штука такая, нужно делать сильно заранее, там, у вас есть фазы, а страховаться вам просто обязательно. Я тоже не от всего тебя привью. Объясню, что такое страховка. Вообще, конечно же, если вас укусит клещ, если выяснится, что это энцефалитный клещ, все уколы вам поставят. Но они обойдутся вам примерно в 10-12-15 тысяч. Если вы купите страховку за 300-500 рублей, вам поставят их бесплатно. В этом смысл страховки. Я говорю, что на всякий случай предупрежу, что мы на глубине от клещевого энцефалита, сейчас считается низкоэффективным. И фактически используется только на территории бывшего СДСФ. Делайте прививки заранее. В общем, да, прививка – это лучший выход. На самом деле, Москва уже тоже становится эндемичной по клещевому энцефалиту, но я слышала, что в Москве отказываются ставить прививки от клещевого энцефалита. Врачи отказываются. Нет, у нас исчезла вакцина. Просто ее стали мало продавать. Она есть в маленьком количестве по клиник. Вот это геморовые правды. Вы сейчас смотрели, у вас плакают клинику по каждой? Нет, ну вот. Так, Иван, только что смотрел мне туда лететь. Значит, полторашник в медси ставят. Значит, а в жопу ему глобулином колют бесплатно, проверено на себе. Не в жопу, а в плечо. Нет, ему на глобулином колют. Не в плечо. Мне... Мне... Нет. Мало того, в обе, сука, ягодицы. Два укола. А да, да. Слава, как же, с тебя проведет. Я хочу еще раз напомнить, что обработка одежды репелентом, жестким репелентом, агрессивным, на балконе, в окне, где угодно обработал. До игры. А после этого до игры. Там должно сутки пройти после обработки. И после этого можно спокойно носить. И она работает действительно хорошо. Они с нее такие завязать. И вот, да, нет. Сючий, зачем я сюда... Надо сказать, что такая же, что у меня есть в Уфе, если вы поедете на уфимские игры, да, у них есть своя приблудка, называется мышка. И ты вначале вещи отсекаешь, но уфимцы тебя очень больно идут по рукам. Как только у тебя что угодно упало на землю, и ты такой пытаешься это поднять, тебя со всей туре бьют, как будто спятило, мышка. Такой, а, где мышка? Мышка! Ты такой, что происходит? И дальше тебе рассказывают длинные легенды о том, что где-то там в Уфе есть нить, из которого сбежали мыши, лабораторные, и размножились по башки, которые везде какруют, и если туда попадет еда, то ты заболеваешь болезнью. Какой? Слышно. 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 У тебя действительно есть болезнь, которая распространяется с... Да. Все, кроме того, половина уфимских крыльевиков не переболела ей. Ну, то есть, вот, от Марченко Антонича, вот, как бы, реально... У меня там, что-то, правда, еще и... Слушай, да какая-то, по-моему, какая-то версия энцефалита, что-либо такое. Да. Я не знаю, что это за болезнь, но она, типа, существует. Ну, я не уверена, что такое такое. Вот так, короче, в Красноярске, когда я попыталась выйти из автобуса в майке вот такой вот с вырезами, меня вот так вот обратно в автобус, стунули с физолетом, мы тебя не попрызгали. А я вот, реально, и стоять! Вот так же в уфе с тобой делают. Нет, ну, скажу честно, вот я мыслюсь всегда и клеща последний раз на себе видел в 2003-м, на игре. Ну вот. Хотя ездил почти каждый год, по нескольку раз. Ну и даже... Вы зритесь, и этого, в общем, работают. В Сибири более злые комары, например. Ну, типа... Ну, в смысле, они есть, а здесь их, по-моему, нет. Да нет, у нас здесь тоже есть. Ну, количество обмечается. Машкара у нас тоже. Вот у меня лично аллергия на Машкару, конкретно Михайловского колекона. Не страшно. Я... Ой. А на тебе... Что же мы делаем там игру, Ива? Нет, ну, теперь мы там. Ничего страшного, современные эти гистамидные даже не вызывают сомневости. Да, я привыкла. Может быть, таблетка. Не-не, интереснее. Я прослежу. Иван, у нас с вами в другом месте. Так, а еще вопросы есть? Я думаю, что нам уже пора спустать в зал, друзья. 51 минута.